Еще для 25 бойцов Красной Армии, павших в годы Великой Отечественной, эта война закончилась навсегда. Их останки, найденные пасковиками, были торжественно перезахоронены на Осташковском городском кладбище. Подробности у Романа Быкова. В годы войны Осташков удалось отстоять. Немцы в город не прорвались. Тем не менее, долго он фактически был прифронтовым. Рядом шли бои. Недалеко кипел печально знаменитый Демянский котел, куда через Селигер постоянно перебрасывали резервы. Каждый день и подкрепление, и сам город нещадно бомбили. Неудивительно, что в окрестностях поисковики регулярно обнаруживают останки павших бойцов Красной Армии. Одну группу нашли в заваленном блиндаже. Когда наступали немцы в та же деревне Свапуща, и во время боя, скорее всего, раненых внесли в блиндаж. Это был санитарный блиндаж, в котором лежали раненые. И так остались они лежать, потому что бой был 10 сентября 1941 года неравный. Наши отступили. Останки этих, а также других бойцов, всего 25 человек, торжественно перезахоронили. Перед этим в Знаменской церкви состоялась панихида, после чего процессия проследовала по Ленинскому проспекту до нового городского кладбища. На митинге было сказано немало слов благодарности в адрес поисковиков. Особые слова благодарности я хочу сказать поисковикам, нашему отряду поиск, благодаря которым мы имеем возможность сегодня исполнить свой сыновий долг. Как известно, работу поисковиков постоянно курирует член Совета Федерации от Тверской области Владимир Лукин. В этот раз из-за пандемии коронавируса он не смог приехать на церемонию перезахоронения. Однако прислал приветственный адрес. Поисковики, работающие на Остасковской земле, системно, кропотливо, профессионально, преодолевая бесчисленные трудности год за годом, поднимают впавших бойцов и проводят при содействии муниципальной власти их достойное захоронение. Один из этапов этой работы завершается сегодня. Низкий поклон вам за деятельность, патриотизм и восстановление справедливости и памяти. Что касается дальнейших планов, то тут многое зависит от погоды. Если осень будет такой же длинной, как в прошлом году, поисковики продолжат свою непростую работу в полях-лесах.